Девчонки, мальчишки, всем привет! С вами Оля. Сегодня у нас с вами очередное парфюмерное видео. Данный выпуск я хочу посвятить такому парфюмерному дому, нишевому, селективному, кто как хочет назвать, который в последнее время просто покорил мое сердце. Я изучаю, изучаю, изучаю все ароматики, и уже у меня накопилась целая кучка. И я готова с вами поделиться своими наблюдениями, своими эмоциями этот парфюмерный дом, про который сейчас идет речь, называется Ксержев или Ксержов. Не знаю, как правильно, поправьте. Возможно, можно и так, и так. Своё видео я, скорее всего, разделю на две части, так как ароматиков достаточно много, и не будем перегружать видео, чтобы было более интересно смотреть. Я их разделю на две части. В первой части я вам расскажу про отливантики, а в второй части также будут отливанты и два полноценных флакона, которые есть у меня, которыми я уже разжилась. Так, сейчас мы с вами начнем с такой серии, которая есть в парфюмере Ксержев. Она называется 1861 Collection, по-моему, господи. По-моему, да, это было уже. Я вам все напишу, все флакончики вот или здесь, или здесь, или здесь, где-нибудь я вам размещу обязательно. Так, в эту серию входят всего три аромата. Это Naxos, Renaissance и Zephyr. У меня два фирменных пробничка и один вот такой большой отливантик. Мы с вами их распаковывали как раз в очередной парфюмерной посылочке. Давайте начнем. Давайте начнем с Renaissance. Я его нанесла на себя. Renaissance – это красивенный аромат. Что уж там говорить. Это из тех ароматов, которые я все-таки хочу, наверное, иметь в своей коллекции. В принципе, он тут и на мне, но можно здесь. Аромат стартует цитрусами. В принципе, это цитрусовый аромат. Но таких вот цитрусов я еще за все время увлечения парфюмерии не встречала. Насколько они богатые, насколько они интересные, насколько они переливчатые, насколько они просто уникальные цитрусы. С такими цитрусами просто не стыдно выйти в пиры, мир и в добрые люди. И на свидание, и на работу, и дома поваляться. То есть очень аромат универсальный. Стартуют, опять же, как я сказала, яркие, сладкие цитрусы. Далее мне слышится, хотя в пирамиде ее нет, но что-то типа лаванды. Вот это вот все вместе цитрусы, пачули, пачули, дальше идут пачули, их тоже очень хорошо слышно, лаванда. Не дают цитрусам быть колкими, острыми, а вот аромат такой круглый, сглаженный, очень интересный. Он и легкий одновременно, и очень такой многогранный, многозвучный, переливчатый с другой стороны. То есть это не просто какой-то там свежечок вам, водичка цитрусовая. Это прям целое произведение искусства. Я его вижу и на мужчине отлично, с деловым костюмом, с белой рубашкой, со спортивным футболкой, с белой почему-то. На женщине он тоже будет просто оригинально звучать. Цитрусы, скорее всего, там бергамот, такую маленькую терпковатую ноту дают. То есть я вот эту нотку очень люблю в кофемере. Еще, как слышится очень хорошо, и также заявлено в пирамиде, роза. Роза, роза мне кажется, как будто она вот такая мятно-зеленая, с каким-то мятным привкусом. И чуть-чуть вот какое-то лимонадное звучание у этого парфюма. Но вот еще раз говорю, то что вот эти вот розовые ноты, ноты почули, они придают аромату округлость. И при всей своей такой взрывной яркости и пузырчатости вот такой-то лимонадный, он все-таки такой и спокойный, и в базе уже выходят такие, ну, как сказать, благородные деревяшечные ноты, которые делают аромат прям, ну, серьезным. Аромат серьезный, достаточно серьезный. Следующий аромат из этой серии – это у нас Naxos. С этим ароматом отдельная песня. Этот аромат просто у меня похотелка номер раз. Очень нравится, мне понравился этот аромат, он уже на мне. Это, опять же, цитрусы. Опять же, легкий, в принципе, такой не сильно удушающий аромат. Но здесь добавляется еще мед. Но мед не такой, что вот прям вот у вас вот тут все сводит во рту, вот прям вот сладкие, что запить быстрее хочется, а какая-то такая медовая легкая нотка. Вот ощущение, как будто вы на лугу, солнечным светом все залито, и вот от цветов какой-то вот нектар, что ли, сочится. Вот, я не знаю, прям аромат такой свежий и солнечный. Вот не свежий, а солнечный. Я чувствую здесь еще какие-то табачные нотки, вот что-то типа, может быть, такого табака, который в кальян добавляют. Хотя я не нюхала ни разу, но я так подразумеваю. Что-то такое табачное, очень интересное. Вишневый табак, что ли. Его, кстати, сравнивает Naxx с ароматом Тири Муглера, чего-то там у Гавана. Эй, Мэн, Эй, Пюр Мэн про Гавану. Вот говорят то, что один в один. Я его не знаю, тот второй. Но вот говорят, очень похож. Аромат тягучий, плотный. И в то же время, опять же, вот эти вот цитрусы присутствуют. Очень интересно все обыграно. Знаете, как вот аромат имеет как бы две грани. Он как вот бриллианта, конечно, больше, намного грани. Но здесь вот как бы две. Стартует он яркими, искрящимися цитрусами. А в базе уже, вот в базе раскрытия, во второй стадии, он становится более таким восточным, медовым, тягучим, табачным, древесным. Таким прям очень-очень статусным ароматом. Также я, в принципе, ну, возможно, его посадите на мужчину. Но скорее он, скорее, женский. Потому что насколько вот я не люблю фужеры. Ну, вот здесь вот это первая стадия раскрытия. С чего стартует этот аромат? Скорее можно отнести к фужерам. Ну, это очень красивая игра. Это очень красивые цитрусы. Очень красивые вот эти фужерные нотки. Я просто, знаете, вот как камень какой-то изумруд ограненный. Этими вот, опять же, вот пачулями, деревяшками, табачными округлыми нотами. И аромат очень переливчатый. Он очень зависит от погоды. Он играет и в жару по одному сидит в холод, и по другому. Очень он нравится. И я, наверное, скорее всего, буду себе флакон приобретать. Так, и следующий аромат из этой же серии – это у нас зефир. Я вам напишу, и эти ароматы покажу вот тут вот где-нибудь, как выглядит зефира. У меня просто написано, такой пробничек, 10-10 миллилитров на разнос. Ну, как можно показаться с первого взгляда? Зефира, да, что-то про зефир. Но это вообще не про зефир совершенно. Я вот когда вдыхаю этот аромат, он у меня, кстати, есть тут на пробничке. Вот, я представляю себе, господи, баню. Он стартует очень травянистый. Опять же, вот фужерный какой-то он, что ли, для меня. Такой вот из природных компонентов сотканный. Да, он стартует для меня баней. Баней с веником. Аромат такой горячий, очень теплый. И сладости я вот особенно в самом начале не слышу вообще. То есть сладости как бы тут отсутствуют. Но вот это я не очень такое люблю. То есть приготовились мы аромат зефира, слыша зефир. Слышим мы совершенно другое. И как бы мозг отказывается сопоставлять название с этим ароматом. У меня никак не клеится. Кстати, надо посмотреть, что вообще имелось в виду под этим названием. Если какие-то ученки знают, напишите мне, что это значит такое. Может какая-то легенда есть, наверное, да. То есть это вот деревянская парилка, разгоряченная, уже заварили веник. Парилка обшита деревянными досками. И вот из деревянных этих досок сочится смола. То есть вот смола, смоленистый аромат. Очень слышится дерево, именно такие вот благовония, банные именно благовония. То есть для меня это аромат просто бани. Где-то там далеко на заднем фоне медовые нотки, но они очень такие несладкие. Просто флёр. Такой вот флёр, чуть-чуть намёк на сладость. В своей общей сути аромат пряный, бальзамический, сухой. Такой смоленистый, деревянный. Вот я знаю, что здесь в пирамиде есть нота эллими. Ой, я забыла, что она из себя представляет. Но вот я её почему-то всегда чувствую. Вот она не моя. Но это не моя. Это то ли смола какая-то, то ли трава какая-то. Надо уточнить будет, чтобы тут не просто так не бросать слова на ветер. Но вот эта нота, она придаёт вот такой смоленистый, травянистый, больше мужское вот звучание. Для меня всё-таки зефир, он вообще не про зефир и совсем не женский. Для меня это аромат больше мужскую сторону. Так, эти три аромата у нас были с вами про 1861 коллекшн серия. Дальше у меня ароматик. Два ароматика из серии The Giant The Club, по-моему, в таких вот синеньких флакончиках. Я вам обязательно сюда вставлю флакончики. Давайте начнём с чего? Аромат Дон. А когда я читала пирамиду, конечно, тоже очень хотелось попробовать. Потому что пирамида очень однозначная. Если вы читали на фрагрантике, как я сейчас припоминаю, значит, там пишут порох, что-то дым, огонь, что-то такой жжёный сахар. Но вот это, знаете, аромат, девочки, про что это аромат? У меня тоже не всё. Вот у меня ассоциация. Это влажный лес после пожара. То есть как раз чувствуются ноты табака, пороха, дыма, чего-то такого прям, какого-то аромата после побоища. Дальше самое интересное происходит. Он начинает чуть-чуть, когда соприкасаться с кожей или вот с блоттером, вступают резиновые ноты. Ноты жжёной резины. Это вообще не для меня. Ну уж с многими как бы звучаниями я могу смириться, но только не жжёной резины. Для меня это сразу всё. Вот тут вот мне плохо становится просто чисто физически от таких ароматов. То есть ассоциация какая-то жжёная там покрышка, что ли, я не знаю, валяется в лесу. Лес после пожара. То есть ещё вот такие вот трава вся в пепле, в угле. Он чуть сладковатый. Ну, на самом деле звучание настолько противное, как вот я описываю. В принципе, он приятный. Но вот какая-то вот эта нота, она делает его, может быть, просто более мужским, да? Более буртальным, что ли, таким. Вот я себе представляю охотника в больших таких кирзовых сапогах. Вот он пальнул по утке, и вот от него запахло доном. Да, третьим такого, да? Дровосека. Ну, сладость здесь есть, но она, скорее всего, не знаю, какая-то сладость мокрого дерева, что ли. Но здесь никак с этой вот пирамидой не пишутся никакие ни цветы, ни фрукты, ничего такого здесь нет. Когда он усаживается, он становится чуть-чуть спокойнее. Запах этой жжёной резины отходит, но остаётся запах кожи такой грубой, просто, ну, совершенно не женской. И уж насколько я вот сейчас ищу в парфюмерии вот эти кожаные для себя приемленные нотки. Очень редко, кстати, что мне нравится, но это совсем не про то. Кожа здесь не нежная, не такая, не девичья, не женственная, а именно брутальная кожаный сапог. Больше мужской, вот ассоциация топора, дым, костёр, брутальная кожа, резина, что-то такое. Ну, в принципе, с ним можно жить, с ним можно так подружиться, никаких сильно отторгающих нот нет. О, вот сразу скажу, пока не забыла, вот во всех ароматах присутствует вот эта ксержевская знаменитая база. Я вот эту базу, я не знаю, узнаю, наверное, из тысячи. Чуть-чуть какая-то ореховая нотка, вот как вот когда орех раскусишь, я вообще обожаю вот этот вот привкус. Дымный, ореховый, и эта база, она держится просто веками на коже. Очень стойкие ароматы, за это, конечно, их можно любить просто бесконечно. И дон, скорее всего, когда он раскроется на коже, не будет он таким вот сильно брутальным, но ждать долго. Раскрываются ароматы долго, ароматы очень долгоиграющие, ароматы очень долго раскрываются. Это можно как отнести как к плюсу, так и к минусу. В данном случае, конечно, ждать раскрытия, это может быть убийственно. Так, девочки, следующий аромат, это у меня аромат вот такой вот, это Командант. И опять же, какое-то несозвучие с ароматом и названием. Я, к сожалению, не сильно в истории происхождения парфюмов, да, не знаю в истории, почему так они были названы, зачем. Кто такой Командант, если вы знаете, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Вот, и, значит, это совсем не Командант, не Командир, это вот какая-то Командирша, скорее всего. Очень сладкий, терпковатый, чуть-чуть горчинка, аромат в чем-то схож, в чем-то есть схожесть с Наксосом, вот в этой вот медовости, очень сладкая, вкусная медовость. То есть Командант, это совсем не для мужчины, я скажу вам, Командант, это очень приятный женский аромат. Мне очень нравится, очень такая ярко выраженная опять вот эта ксержевская какая-то вот нотка проскальзывает. Я даже не знаю, какой компонент дает эту ноту, здесь вот это опять вот дымная ореховая база, и здесь добавляются нотки кожи, но уже такой кожи жертвеной, красивой, в обрамлении. Вот я чувствую ягоды, что-то может быть малиновое такое вот, ягодно-фруктовое, даже не знаю. Но, с другой стороны, он не такой девичий какой-то компотный, вот эта вот ксержевская база, она как-то делает аромат просто каким-то строгим, вот так, вот так надо сидеть в этом аромате по стойке смирно. Именно поэтому они, я считаю, подходят как мужчине, так и женщине. Только даже если аромат сладкий, он его не развозит в какую-то липкость, в какую-то бесформенную массу, не становится не вареной сгущенкой, ничем он стоит, просто вот сладкий, но статусный, сладкий, но с выпрямленной спиной. Здесь у нас сухой, дымный деревяшки, но вот сладость именно вот какого-то дерева, что ли, очень благородного дерева. Здесь как раз слышны табачные ноты, очень сильно, вот этот вот опять сейчас очень модно в парфюмерии, вот этот вишневый табак добавлять. И вплетены фрукты, очень красиво, очень статусно, опять же скажу, приятные сочетания нот кожи, табак, дерево, цветы, мед, ваниль, ну вот все такое сбалансировано, ноты не выпирают. А вот просто, я не знаю, очень мне понравился, судя по названию, как бы хотелось бы, чтобы он был, господи, где он у меня, хотелось бы, чтобы он был мужской, вот он, командант, господи, вот, командант. Но, нет, аромат очень яркий, но не вызывающий, а такое вот ярко привлекающее внимание, но такое внимание очень даже, ну, которое приятно, такое внимание. То есть будут на вас оборачиваться не с такой мыслью, боже, что это, а с такой мыслью, боже, что это, я тоже такое хочу. Так что, девочки, я вообще, ну, кто сомневается, может быть, по названию, да, командант, пожалуйста, попробуйте, очень приятно. Из серии Naxos, очень похож на Naxos, такой сладко-медовый, табачный, кожаный, деревянный, то есть все здесь есть, но все очень такое приятное. Основная база, когда вот он уже раскроется, остается такая травянистая, деревянная, смоленистая, что-то вот такое, вот. Так что, вот, девочки, такие вот у меня сегодня были ароматики, я надеюсь, вам мои описания понравились, я старалась. Говорю вам так, как чувствую, не знаю, может быть, у кого-то другие эмоции, я буду очень рада выслушать ваши комментарии, ваши заметочки, может быть, у кого-то другие какие-то есть ассоциации с данными ароматами, может быть, у кого-то там мужчины носят какие-то из этих ароматов, может быть, кто-то сам любит носить, обязательно напишите в комментариях, ставьте пальчики и всем пока, до новых встреч. Кстати, ждем вторую часть, она будет уже с вакончиками. Пока!